Его святишество Махадиши Махеш йоги Основатель науки созидательного разума Интервью с журналистом из Швейцарии 23 ноября 1971 год, Малерка, Испания Может быть я сначала представлю доктора Хопе Гейна Он юрист, он кандидат юридических наук И он журналист газеты Фатерленд в Люцерне Его хобби описание современной истории Он издал небольшую брошюру Которая называется «О Боге, который нужен молодежи» Мистер Хопп также фотограф этой газеты И сейчас доктор Хопп попросил меня перевести несколько вопросов Махариши, я начну с основной критики, которая прозвучала в адрес вашего движения В отношении ваших планов основать Академию ТМ около Фейервальдштетезе Возле озера Селесберге В католической части Швейцарии Критика, о которой я уже упомянул Это то, что вы против христианства И также против личности Иисуса Христа Любое слово с таким окончанием бесконечно дорого мне В английском языке слово «христианство» и «бесконечность» Имеют одинаковое окончание Поэтому мое послание таково И христианство, и бесконечность Оба встречаются в конце Так что их точка встречи в цели В конце и христианства, и бесконечности Поэтому, если есть две части, которые встречаются в конце То все хорошо, что хорошо кончается Все хорошо, что хорошо кончается Так что нет никакой оппозиции по отношению к христианству Я люблю очень сильно Христа И он должен радоваться всему этому росту бесконечности В индивидуальной жизни Потому что найти царство, которое лежит внутри тебя Я думаю, было главное учением Христа И поэтому трансцендентальная медитация Которая переносит сознание к тому уровню, который Христос Хотел, чтобы обрел каждый христианин Является единственным другом христиан Потому что она переносит сознание людей к полю Которым Христос хотел, чтобы наслаждались христиане ТМ это очень большой друг христианства Но те, кто до сих пор не знает этого Они узнают это завтра Или послезавтра Знание ТМ и ее практика Является универсальным принципом И универсальной практикой Неважно, какой религии человек принадлежит Каждый человек должен быть полностью развитым человеком Полностью развитым человеком И если человек не полностью развит Если его индивидуальность не приобрела этот уровень бесконечности Универсальности Тогда этот человек не может быть успешным человеком Или честным религиозным человеком Он не будет удовлетворенным человеком И поэтому желание нашего движения Чтобы люди всех религий медитировали И становились достойными представителями своих религий Неразвитый человек всегда будет обузой для любого общества Для любой религии Человек с полностью развитым чистым сознанием Будет вести религиозную жизнь спонтанно, без усилий Я думаю, христианство так же, как и любые другие религии Хочет, чтобы все люди наслаждались милостью Бога Наслаждались Царством Небесным внутри И с трансцендентальной медитацией Чистое сознание растет очень быстро Чистое сознание Оно развивается полностью Автоматически И только в состоянии чистого сознания Возможно человеку Вести по-настоящему праведную Полную успеха религиозную жизнь Если чистое сознание не развито Человек не сможет Ухитриться жить религиозно Нельзя заставить человека жить религиозной жизнью Она может проживаться только автоматически И спонтанно И по этой причине Все истинные христиане Начинают медитировать в тот момент Когда слышат, что трансцендентальная медитация Принесет, разовьет очень быстро Чистое сознание Они все обучаются этому Смотрите, все страны Испания, южноафриканские страны Все они глубоко католические страны Большая часть населения католики И там есть много-много центров И количество учителей трансцендентальной медитации Увеличивается во всех этих странах Многие люди, когда начинают медитировать Сразу же начинают чувствовать Что они растут в своей собственной религии Они становятся глубоко религиозными И поэтому ТМ – друг всем религиям Очень удивительно слышать, что говорят люди Которые не знают, что такое ТМ В невежестве люди могут говорить все, что угодно Но тот, кто начинает понимать, что это такое Начинает наслаждаться этим Где бы ни приходили люди, чтобы узнать о трансцендентальной медитации Пресса публикует очень хорошие статьи Этим летом мы были в Соединенных Штатах Церковный мир – это газеты католической молодежи в штате Мэйн В Соединенных Штатах Они написали четыре прекрасные статьи И затем все люди издательства были обучены медитациям И главный редактор газеты Привел целую группу молодых католиков В своей газете он призывал всю молодежь немедленно обучиться медитации Чтобы устранить стресс и напряжение в их жизни И затем он сказал, что эта практика сделает поистине настоящих верующих христиан И общество будет гордиться такими полностью развитыми христианами Это должно устранить страх всех религиозных людей Тех, которые находятся на пути реализации Бога Я прочитаю текст Однажды вы уже ответили Я очень люблю христианство Ничто не сделало бы меня более счастливым, чем присутствие Христа среди нас именно сейчас Могу ли я спросить, чтобы уточнить ваше утверждение? Иисус Христос был великим мастером, гуру И особенно после его так называемого официального послания, Евангелия И он исцелял умственных и физических больных Он ходил по воде Он утверждал, что созидательный разум детей есть Царство Небесное Он был признан и поддержан больше, чем кто-либо В этом отношении я вижу вполне очевидную связь между учением и личностью Иисуса Христа и ТМ Она мне кажется таким же простым и легким путем Ваше послание имеет очевидное и широкое сходство с малым путем Так называемым малым путем величайшего и самого популярного самовременного христианского мистика Терезы из Лизье Однако возникают сложности, связанные со страданиями Христа Который возложил на себя свой крест Этот аспект личности Христа был помещен Церковью на передний план с готических времен Верите ли вы и желаете ли, чтобы другой Христос, великий Мастер, Гуру, должен быть снова помещен на передний план И видите ли вы в этом вклад в решение проблем нашего времени? Послание таких учителей — это послание истины, реальности И реальность — это нечто, что не меняется под влиянием волн времени Она остается той же Послание любой религии — это бессмертное послание, чтобы вести все человечество Это все тоже послание Каждая религия учит в основном тем же принципам Очищение жизни и связь с более высокими состояниями эволюции И поэтому любой великий учитель любой религии никогда не умирает Он всегда живой Он вдохновляет всех людей повсюду Это вечное послание Царство Небесное внутри вас — это истина Которая всегда будет иметь все тот же смысл Ее смысл не изменится Внутри тебя Царство Небесное И поэтому Нечто внутри тебя может быть легко обретено тобой И это истина трансцендентальной медитации Которая как раз и является автоматической процедурой обретения Царства Небесного внутри Все тоже вечное послание, которое передавалось время от времени различными учителями и в разных местах Оно становится воспринимаемой реальностью Реальностью, которая переживается на опыте посредством трансцендентальной медитации И поэтому рассматриваемая в свете религии ТМ — это практический путь для каждой религии, чтобы достичь цели каждой религии Любой религии Теперь Какой была жизнь у учителя? Куда он нес свой крест? Ехал ли он верхом на верблюде или на лошади? Ходил ли он по улицам или жил в лесу? Или жил в пещере? Или что он делал и где он шил? Какой деятельностью он занимался? Все это приносит радость последователям Но последователи являются последователями самой сути послания, которое им дают, наставлений, которые даются людям и которые возвышают их Другие аспекты жизни учителя, его деятельность, его интересы к этому или к этому, это, конечно же, приносит радость всем последователям, но следование не выстраивается на этой активности учителя Следование выстраивается на практичной пользе послания учителя, практической ценности его учения, которое ведет человека к высшим состояниям жизни Именно это убеждает людей следовать его советам Таким образом, формула такова Делать то, что учитель говорит, нет необходимости делать то, что он делает Если Христос ходил по огню или воде, он делал это только для того, чтобы люди последовали его советам, не для того, чтобы они тоже пошли по воде и утонули Поэтому нет необходимости пытаться делать то, что учитель делает А нужно пытаться делать то, что учитель говорит Его действия, его образ жизни, то, что он ест, пьет Не должны перениматься Все эти вещи зависят от климата Привычки учителя зависят от климата Что он одевает, что он ест и так далее Но все люди не могут есть то же самое или делать таким же образом Нет, не могут Что важно, так это послание, учение Учение – это самое важное Это то, чему стоит следовать Ценность Христа в послании, которое Он давал Царство Небесное внутри тебя В первую очередь осознайте Царство Божие И затем все остальное приложится Каждый праведный христианин должен быть человеком Бога Он должен иметь это в своей жизни И должен наслаждаться этими небесами Этим сознанием блаженства, чистым сознанием, которое находится глубоко внутри его ума Глубоко в его сердце, глубоко в его Я Это главное И это то, что практикующие трансцендентальные медитации Переживают в своей жизни Как только они начинают погружаться глубоко внутрь, они чувствуют себя лучше, стрессов становится меньше и жизнь становится легче Помоги ближнему своему становится инстинктом, устремлением каждого Человеку даже не нужно знать изучение, что помоги ближнему своему – это хорошо Это становится обычным делом Таким образом, человек начинает жить своей религией Проживание религии возможно благодаря развитию чистого сознания Религиозная жизнь – это жизнь, которая проживается спонтанно Это не вопрос мышления и праведного поведения Сначала человек изменяется и затем поступает праведно Христианство – это хорошая религия и Христос действительно великий учитель Все это хорошо Но что не хорошо, так это страдания Ни один христианин не должен страдать Потому что Христос сказал «Царство Божие внутри вас» Каждый христианин должен наслаждаться этим сознанием блаженства Этой свободой, которая является сутью послания Христа И нет необходимости страдать, это очень и очень важно Ни один последователь Христа не должен страдать Ни одна христианская секта должна пропагандировать страдания Это не хорошо пропагандировать страдания во имя Христа Трансцендентальная медитация устраняет коренную причину страданий Она устраняет коренную причину страданий, Которой является невежеством Неведение своей собственной абсолютной природы Неведение своих собственных безграничных возможностей Это невежество должно быть искорено И это искореняется, когда человек Переносит свое сознание к этому трансцендентному уровню С помощью практики трансцендентальной медитации На вашей родине, в Индии, до сих пор преобладают страдания и социальная несправедливость Многие люди поэтому считают, что индусы не имеют права распространять подобные учения Считаете ли вы, что посредством связи внутренних восточных техник С внешними западными техниками Возникает третий достойный новый элемент, который сможет принести пользу и Индии тоже Я думаю, что это правильно, что как индус Я не имею права говорить о сознании блаженства за пределами Индии Потому что пока Я подчеркиваю, пока Страдания продолжаются Но Но есть одна вещь в Индии О которой я пока могу говорить Я опять подчеркиваю, пока И это Главное послание Индии Точно так же, как Имеет Царство Небесное внутри Люди находятся в страдании Люди всего мира Все имеют Царство Небесное внутри и все страдают То же самое есть в большом пакете, пакете всей Индии Есть Царство Небесное внутри Это знание Вет в Индии Которые говорят, что каждый человек это блаженство И это есть то, это бесконечно и то бесконечно Абсолютное качество жизни и относительное качество жизни И оба качества полны И каждый человек имеет полное право жить эти две полноты Никто не должен страдать Это главное послание Индии И оно было затуманено, спрятано, скрыто И из-за того, что оно было скрыто На поведении СООН СООН